На территории Тверской области сегодня проживают 1690 инвалидов и участников войны, порядка 15 тысяч тружеников тыла, 414 блокадников и около 1900 несовершеннолетних узников концлагерей. Время неумолимо и с каждым годом живых свидетелей страшных военных лет становится все меньше. Долг последующих поколений окружить ветеранов заботой и вниманием, особенно в преддверии очередной годовщины Великой Победы, отметил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя. День Победы – это по-настоящему всенародный праздник в нашей стране. Его отмечают люди всех поколений. Наши отцы, деды, прадеды, ветераны войны по-настоящему являются героями. Праздничные дни в каждом городе и районе должны быть насыщены патриотическими, культурными, спортивными мероприятиями. К празднованию очередной годовщины Победы в Тверской области приурочено порядка 700 мероприятий. Это молодежные акции, флешмобы, митинги, концерты, спортивные соревнования, конкурсы и выставки. Какие-то из них будут проводиться впервые. Например, Международная военно-историческая экспедиция «Ржев-Калининский фронт». Она проходит в эти праздничные дни и она собрала очень большое количество поисковиков со всей страны. Есть участники даже из зарубежных стран. И вот здесь, по-моему, такая концентрация людей, я бы даже сказал, что патриотов настоящих. На заседании правительств был также рассмотрен вопрос о создании областного фонда развития промышленности. Аналогичные фонды уже существуют в более чем 20 регионах страны. Их основная цель – выделение займов предприятиям по сниженной льготной ставке. В текущем году бюджет фонда составит более 48 миллионов рублей. Рассчитывать на поддержку смогут в первую очередь те заводы и фабрики, которым нужны средства на модернизацию технической переоснащения, отметил губернатор Игорь Руденя. Мы считаем, что у нас есть наши действующие предприятия, которые могли бы воспользоваться этой поддержкой и уже сделать модернизацию своего оборудования на более высокотехнологическое производство. Основная задача, которую мы видим перед собой – это сделать такое масштабное внедрение всех достижений нашей прикладной науки. В ходе заседания членами правительства было также принято решение об установлении на территорию Верхневолжья особого противопожарного режима. До 20 мая введено ограничение на посещение лесов. Силы средств регионального управления МЧС приведены в состоянии повышенной готовности. Мы ожидаем в празднике большое количество приезжих, большое количество гостей, которые приезжают из столичных регионов, из Москвы и Санкт-Петербурга. И мы хотели бы, чтобы эти праздники прошли с минимальным количеством черчайных происшествий. При необходимости срок действия особого противопожарного режима может быть продлен, отметил Игорь Руденя. Все будет зависеть от погодных условий и количества выявляемых возгораний. Заметим, в текущем году подготовка к сезону природных пожаров в Тверской области началась как никогда рано. Помимо традиционного в таких случаях комплекса мероприятий, особый упор решено было сделать на профилактическую работу с населением. Кроме того, повышена степень ответственности для должностных лиц, курирующих соответствующую работу.